Здравствуйте! Добрый день, дорогие зрители! Вообще здравствуйте! Добрый день – это, так сказать, опрометчивое заявление в наше время. Я беседую с Эдуардом Захаровым, он же Горан Милич. Он, значит, у меня на канале часто рассказывает, так же, как и на своем канале, про всякие экзотические страны, про всякие там старинные времена, всякая такая вот вещь, всякую экзотику. А вообще, он еще у меня выступал в рамках, как бы сказать, по теории управления. Я так понимаю, это его профессиональное дело – теория управления, его этому учили. Так вот, он как раз хочет обсудить, что подвигает людей, делать всякие глупости иногда, иногда крайне необдуманные поступки. Причем, он сейчас переболел ковидом, мы, по-моему, с вами уже три недели пропустили, да? Три недели пропустили, то есть, он эту тему задумал давно, подготовил, он сейчас только выговорит, да? Он задумал давно, три недели, еще до 24-го, 02-го, 2022-го. Так что, вот, слушайте, что он расскажет. Вот. Хорошо быть, так сказать, провидцем, ну, вот так вот. Так уж получилось в Колораду. Получится постфактум некоторые штуки. Ну, в общем, начать надо с того, что в теории управления есть вот три основных, как бы, метода управления. Первый – это программное управление, ну, собственно, как там стиральная машинка, например, да, то есть, четко определенный алгоритм, так, 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 вот. И вот насчет программного управления. Вот эти ракеты V2, которые делали немцы. Вот есть на YouTube замечательное видео с испытаниями R1. Ну, понятно, советские люди, как бы, ракеты себе присвоили и назвали их R1. И там есть фрагмент, когда разбирают часть, вот, корпуса и там показывают систему управления. И там какой-то невероятно сложный, очень изощренный механизм кулачковый, там какие-то гироскопы, в общем, это все выглядит очень красиво. Но факт остается фактом. Эти ракеты, они, в общем-то, никакого вреда Британии не нанесли. Но по какому, в общем-то, по большему счету… Нет, нет, вот вы немножко, я сам не соглашусь, вот F1, он стал очень легкой добычей пилотов британских. Он летел с небольшой скоростью, и он был не защищен, они его либо сбивали, либо даже вот крыло к крылу встанут и поворачивали, он вылетал обратно в Голландию либо Францию. Вот. А эти ракеты, они непредсказуемо падали, да, он, в общем-то… Конечно, промах был большой, но были случаи, он пробивал, значит, даже вот какие-то было… На какой-то площади он взорвался, а там под площадью были подземные переходы многоярусные, вот он все это разрушил там. Был даже такой случай печальный. И самое-то интересное было вот в чем. Дело в том, что бесполезно было объявлять тревогу, когда они засекали эту ракету, ну тревогу было уже бесполезно объявлять, а ракеты выпускались очень часто туда, то есть постоянно надо тревогу делать. И вот тревоги нет, а в Лондоне рвутся заряды, они достаточно мощные были так. И что они проникали в грунт… Тем не менее, тем не менее, если посчитать, сколько было выпущено… Тем не менее, да, большая часть попала в парки и… Пак энд гадден. Where are many pack энд гадден in London? Это первая фраза по-английски, что я знаю. Переводится так «Очень много паков и гадов в Лондоне». Ну вот, в чем причина вот того, что… В общем, их-то направляли на Лондон, понятное дело, куда-то попасть, чтоб там убило людей или что-нибудь разрушило, но по факту они разлетались там на сотни километров. Нет, они разлетались под площади Лондона, в нем значительная часть были вот эти самые паки и гады. Ну да, тем не менее, вот что какая-то ошибка, которая вносит, ну там какие-то порывы ветра или там какие-то случайности, отклонения, эта ошибка никак не учитывается программой управления. Она просто исполняется до, собственно, момента врезания в землю. То есть там не было никакого особенного целеуказания. Там вообще была инерциальная система наведения, она как раз… Ну она едва ли, ракета могла корректировать свой полет, естественно, у нее там не было… Ну, очень слабо. Ну, ладно, это не суть важная. Да, мы с вами заспорили, я за ракету далеко не… Следующий тип управления – это управление с обратными связями. Ну вот, собственно, например, как самолеты сейчас летают, вот. Не только автопилоты, но и всякие системы стабилизации курса. Скажем, современный истребитель, он, в принципе, неустойчив. Он, если его отключить от системы управления, он просто не сможет летать. Летчику придется слишком как-то… Ну, он не сможет, в общем, это сделать. Все за летчика делать систему управления, которая эту нестабильность ему, в общем, делает довольно-таки стабильной. Вот. И это благодаря именно вот этим обратным связям, что ошибки учитываются при управляющих сигналах и получается то, что нам нужно. Но у этого есть один большой недостаток, что, по факту, мы можем только опираться на ошибку. То есть, всегда мы будем на шаг как бы позади. То есть, если в, скажем, управлении самолетом это еще как-то можно с этим как-то жить, скажем, ну, потому что, в общем, ошибочку к нулю стремится. И вот мы как-то… То в других каких-то системах, скажем, с людьми или там… Ну, вот какие-то общественные, да, системы, это не очень нам подходит. Потому что, если у вас постоянно переграют лампочки в городе, да, и вы вот исправляете эти ошибки, у вас все равно какое-то время лампочка не горит и с этим надо что-то делать. Вот. И третий тип управления, это, ну, в нашей литературе это называется управление с идентификатором. Что это значит? Что есть некоторая модель мира, в которую погружен объект. И к этой модели приделана, ну, некоторая функция оценки возможных действий, да, возможных управляющих сигналов. То есть, управляющий объект смотрит, как он, значит, какое у него состояние в данный момент и что он может сделать и выбирает из этих действий самое лучшее в некотором смысле. Потому что это самое лучшее действие, понятное дело, может быть и на один шаг вперед во времени, может быть какой-то взвешенная какая-то функция, может быть это долгосрочная какая-то такая функция. Ну, то есть, допустим, хороший пример это шахматные движки. Вот. Вполне себе, да, вполне себе это укладывается. Потому что вот шахматный движок, например, Stockfish, у него первая функция есть оценки позиции и вторая главная функция – оценки улучшения позиции при возможных ходах, на сколько-то там ходов вперед. Ну, вот это так, конечно, очень такими грубыми мазками, но вот примерно так. Вот. И тут, конечно, нельзя прямо сейчас говорить, что люди вот устроены вот так, но в принципе, ну, понятно, что это какая-то модель, да, что мы не можем говорить, вот, человеки квадратно-гнездовые, как марксисты, да, говорят, что вот у нас есть там четыре, значит, каких-то там классов или там два класса, все. Так что нет, мы говорим, что нет, люди так не устроены. Но, ну, надо какие-то модели вводить, в общем, чтобы с ними работать. Вот. И вот, скажем, вот человек, да, у него есть модель того, как устроено вокруг него все. Ну, это как с детства у него, в общем-то, эта модель образуется постепенно, в общем, как-то устаканивается в голове. И, соответственно, устаканивается же модель вот этого эффективности действий, как бы ее так назовем, да. Вот. Понятное дело, что у маленького ребенка вот эта она, моделька, она не очень хорошо еще устроена. И, например, до какого-то возраста дети, в принципе, не могут решать задачи на отложенную выгоду. То есть, если кладут перед ними одну конфету и говорят, и вот я сейчас уйду за дверь, и если ты возьмешь эту конфету, то ты не получишь три конфеты, а если я вернусь, и ты ее не съешь, я тебе дам вот эти три конфеты. И маленькие дети, ну, они просто не могут, у них не работает еще голова настолько хорошо, чтобы отложенную выгоду ощущать, что надо как-то что-то делать. Вот. То есть, это я к тому, что человек, погруженный в социальную среду, в нем выращивается эта модель внешнего мира и выращивается модель оценки его действий в этом мире. То есть, мы в большей степени зависим от того, как, где и при каких условиях мы выросли. Вот. Ну, сейчас немножко отвлечемся немножко от людей. Снова ввернемся в модели, в систему управления. Вот. И, например, вот я про шахматные движки говорил. Давайте другой пример, что вот у нас есть такие вещи, нейросетевые алгоритмы, да, которыми вот очень сейчас очень модно. Коу-лёнинг, так называемый, обучение с подкреплением. То есть, мы берем некоторую модельку, погружаем ее в некоторое environment, да, вот в среду и у ней как раз таки есть эта модель, ну вот внутри нейросетевая, модель как бы, как это называется, вознаграждение от зависимости от того, в каком состоянии она находится. И эта модель со временем обучается, там проигрываются миллионы часов каких-то записей или что-то в этом духе. То есть, это вполне уже отработанные алгоритмы. И, в общем, на выходе получается нейросеть, которая по входу выдает выход, насколько хорошо будут те или иные действия. Так вот, это дело хорошо можно записать одним огромным таким числовым вектором. Описание вот этой всей системы управления — это числовой вектор, грубо говоря. Ну, понятно, мы просто берем все веса нейросети и просто выписываем их в столбец. Вот, немножко меняем эти вес веса, да, и получаем какую-то другую систему управления с немножко другим, с немножко другой эффективностью. То есть тут мы переходим от одной конкретной реализации к целому пространству реализации этих алгоритмов управления. Пространство, ну, в том смысле, что вот мы покрутили немножко вот эти веса нейросети, допустим, попали в другую точку этого пространства, с другой эффективностью, правильно? Либо больше, либо меньше, то есть это уже в зависимости от оценки. Ну, понятно, что она, нет ее как бы изначально, то есть мы ее можем только оценивать, насколько эффективно та или иная система управления работает. Но в целом, если предположить, что есть некоторая такая универсальная система оценки качества системы управления, вот, то вот есть такой функционал на этом пространстве, который имеет свои какие-то локальные минимумы и локальные максимумы, да. И что происходит, когда мы настраиваем систему управления, мы пытаемся по этим локальным минимумам как-то, ну, допустим, если это система, если функция потерь, то мы минимизируем, минимизируем функцию потерь. Если функция качества, то мы ее максимизируем, но это, в принципе, не важно. То есть, допустим, мы стремимся упасть как можно ниже в этом потенциале функции потерь. То есть, появляется такая вещь, как градиентный спуск, в общем-то. Ну и пытаемся как-то нашу систему улучшить. Но ведь там вот эта функция потерь, она не выглядит, как какая-то большая яма, да. Это какая-то разбросанная вообще, много маленьких ям, одни ниже, другие выше. И вот эта задача выхода из локального минимума, она очень сложная. Ее решать надо, ну, какие-то... Ее нельзя просто на одном шагу посчитать, как можно выйти из этой ямы. То есть, это надо какие-то... Какой-то алгоритм, да, какой-то сложный. И есть более простая вещь, что мы переходим от этой системы управления, к которой мы, как бы, пришли, к какой-то другой, когда наша вот эта оценка эффективности просто сильно расходится с реальностью. То есть, мы назначили какую-то модель мира, назначили какие-то веса управляющих сигналов, но по факту мы смотрим, а то, что мы хотим, и то, что в реальности получается, совсем расходится. И это имеет, это является знаком, чтобы качественно изменить вот сложившуюся систему этих весов, да, системы управления. Вот, по отношению к людям, как вот если предположить, да, что в какой-то степени у людей тоже так в голове, в общем-то, там нейросеть какая-то, там какие-то связи, в общем, что-то там настраивается постоянно, расстраивается, в общем, у кого как обычно расстраивается. Ладно, уже лично. Человек принимает решение как бы об улучшении системы, вот он скатывается в минимум локальный постепенно. То есть, это называется в какой-то, в каких-то других, значит, там психологии, там, или в каких-то confirmation bias. То есть, это ошибка, когда мы встраиваем факты в свою систему мировосприятия так, что оно удовлетворяет как бы нашим прошлым представлениям, вот скажем так. То есть, если мы какой-то видим факт, то мы его расцениваем с точки зрения того, как мы уже его, в общем, у нас в голове оно устроено. Если, грубо говоря, человек толкнул вас, идет навстречу вам человек и толкнул вас в плечо, если вы человек такой, как бы, злопамятный, вы будете думать о том, что вот гад, вот толкнул меня в плечо, вот специально, вон, специально это все. А если человек добродушный, скажем, ну, ну, как случайно, в общем, столкнулись, даже как-то жалко, что получилось как-то так, ну, ладно, может быть, как-то, не знаю. Здесь вопрос не в том, что думает человек, а что, как на самом деле сделал тот, он случайно толкнул или специально толкнул? Ну, так вы же об этом не знаете. В принципе говоря, надо правильно оценить, а он-то почему сделал? Это как-то так вспыхнуть, это вспыхнуть, а не вспыхнуть, а что он меня толкнул-то? Вот вопрос, зачем толкнул? Если он толкнул, не получил сдачи, он дальше что-то еще большее сделает. А если он просто толкнул случайно и не извинился, да? Ну, понятно, да, что разное. Опять то же самое происходит. То есть надо обязательно в этом случае дать сдачу. Это простой, как бы, это простой пример, где я просто... Это простой такой вопрос, да, если... Это я для иллюстрации того, что является confirmation bias, что... Да, ну вот, тем не менее, любое такое вот воздействие с противоположной стороны, оно так или иначе должно быть объяснено. Ну, я понимаю, случайно наступил на ногу в толкучке, да? Ну, бывает такое, да. И, допустим, если у вас... Я даже не заметил, поэтому не извинился. А вот если вот он так вот дал плечом, да, это... Вот, тогда давайте еще. Если вы, допустим, добродушный человек, и у вас один и тот же человек постоянно, случайно, случайно, как бы, наступает вам на ногу, как бы, это для вас знак того... Да, это для вас случайно резко падает, да? Да, да, это вот, это и есть вот этот вот момент, когда вы из локального... Все время, все время бутерброд падает маслом вниз. Что же это такое? Да. Можно быть какая-то причина. И причина на самом деле есть. Соответственно, вот человек, вот он... Это вот такое вот... Если его вот такими вот простыми модельками описывать, вот такая вот, как бы, штуковина. То есть он стремит... У него есть какие-то некоторые зацикливания, да, в которые он попадает, но эти зацикливания, они, в общем-то говоря, перестают работать, когда человек полностью понимает, что его оценка совсем не подходит к этой ситуации. То есть он понимает, что я дурак, я совсем неправильно все понимал. Но вопрос в том, что ведь нет уже, нет его абсолютного, абсолютной оценки, дурак ты или нет. То есть это все может упираться в полную, в общем-то, в психиатрию там упирается, что сосед меня облучает, там вот сволочь такая сидит, вот... Да, ну вот тоже психиатрия, да. Это психиатрия, да. А так кто его знает? Может он правда чем облучает? Вот я, например, всю жизнь думал, что вот эти вот разговоры про, так сказать, химтрейл, это вот как раз как сосед меня облучает, а КГБ меня подслушивает, и ЦРУ тоже, и осенние перегонки мне вредят. Вот. А потом, значит, слушаю я, значит, заседание президиум академии на Украине, АУК, а там три молодых ученых докладывают каждой свою тему, за которую они получили государственную премию. Вот. И вот, значит, первым докладчица биолог, она делала опыты с растениями по коррекции их, скажем так, наследственности. И оказывается, для этого очень просто. Она, есть такая, какой-то там раствор, РНК там еще чего-то, тут я, куча слов, которых я не понимаю, да. Это типа сегитальный разрез, латеральное положение плавников, пойди узнаю, что это такое. И вот, говорит, достаточно из поливеризатора она их опрыскивает, и у них меняется природа генетическая. Ну и вот, значит, потом обсуждение, один старенький, значит, академик говорит, ну вот слава богу, что, говорит, на животных и людей это не влияет, так нельзя делать. Она говорит, да можно, говорит, просто эти работы не публикуются. Вот и все. И вот это все, в этом, в этом свете, вот эти все, ну, скажем так, не очень умные разговоры про то, что химтрейлы нам тут распыляют, ковид распыляют какие-то там, аллергены еще чего-то, еще чего-то, это просто прикрытие, чтобы было такое сплошное идет муть, да. Вот что-нибудь рассказывать там, кто такой Чичиков? А не Наполеон ли Чичиков? Наполеон. А не шпион ли Чичиков? Шпион. А не хочет ли он украть губернаторскую дочку? Хочет, и вообще украл уже. А на самом деле тут про Чичиков, он так торгует мертвыми душами, вообще ничего нет. Правда? Ну, сколько всяких слухов. И Наполеон-то он, и шпион-то, и губернаторской дочке уже женился, украл ее. Ну, так вот, когда есть вот это пространство для сомнений, это хорошая вещь, потому что... Это не пространство сомнений, это просто информационный шум. Нет, я имею в виду не про шум, а уже когда вы думаете, что вдруг может быть все-таки такое, что реально сосед сверху вас чем-то облучает, то это, в принципе, это неплохо, потому что у вас есть пространство для изменения своей позиции при достаточно твердых фактах. Если вы полностью уверены в том, что сосед очень хороший человек и никогда ничего вам не сделает, то это не очень хорошо, потому что уже тут может быть всякое разное, что сосед может оказаться не таким уж хорошим человеком. Ну, это вот как раз-таки иллюстрация вот этого. Вот этот механизм перехода из локальных минимумов, он тоже бывает у разных людей, ну, по-разному устроен. Кого-то очень сложно убедить, даже при каких-то невероятно твердых и устойчивых фактах, ну, невозможно убедить, что его точка зрения как-то расходится с реальностью. То есть, ну, понятно, что находятся какие-то факты контропровержения у него в голове, у того человека. А есть люди, которым даже не нужно и каких-то сильных факторов, да, чтобы просто он догадался, что что-то он делает не то. Ну, это вот такие сильно рефлексирующие люди, можно сказать, которые постоянно находятся в некотором... А вдруг я что-то не то делаю, а вдруг я вот что-то как-то сомневаюсь в своих действиях. Может быть, и это им действительно помогает, ну, в какой-то степени, если это не совсем уже клиника, скажем так, в какой-то степени помогает вот улучшать свою вот эту картину мира в более, как бы ее, в более адекватном миру восприятия. Теперь пойдем немножко дальше. Мы выяснили про индивидов отдельных людей, да, как это... Теперь группы людей, вот, что относительно одного индивиду мы знаем, что у поведения одного человека невероятно сложно, да, что там, в общем-то, иногда клиника, иногда не клиника, там, в общем, очень сложно. При том, когда люди собираются в большие группы или там какие-то организации, эта сложность возрастает, как мы знаем, там минимум квадратично, да, то есть, как мы с вами тогда общались, то есть, это невероятное взрастание сложности. И мало того, что оно, как бы, в шире растет, да, количество связей, оно еще и в глубину растет. То есть, грубо говоря, взаимодействие частей системы на большом уровне настолько же сложно, насколько взаимодействие отдельных людей в отдельных этих подсистемах. То есть, это такая, ну, можно сказать, что это фрактальное усложнение. То есть, грубо говоря, берем этот Мандельброта Сет, как он называется, кривую, ну, не кривую, в английском-то я Мандельброт Сет, или там какой-нибудь треугольник Серпинского, да, он бесконечно усложняется внутрь, то есть, мы приближаем, смотрим в лупу, а он не становится проще. Вот в больших, в больших сообществах это такая же система. То есть, она, ее нельзя описать каким-либо угодно длинным набором фраз и абсолютно точно, или там с какой-то наперед заданной точностью. Там просто сложность, в которой мы тонем. Вот. И это значит, что, в принципе, при должной сноровке, должном умении из этого огромного количества фактов можно выбрать такие факты, которые посылают абсолютно любую картинку, которая вам нужна. Вы можете, вот, например, там есть такой товарищ Голковский, да, который вот рассказывает какие-то теории Загоров коммунистического характера, там, ну, про то, что Ленин там был, тем самым, шпионом английской разведки. Это невозможно. Немецкая, немецкая разведка. А он про английский, а он про английский разговор. У него есть разные там, вот, то есть, это гениальный человек, на самом деле. Он может из фактов выстроить настолько красивую и стройную картину, что просто это, грубо говоря, бездна, которая начинает вглядываться в тебя. То есть, ты там уже не понимаешь, где правда, где неправда, где там вообще как. Вот. И это вот работает схема реально вот в нашей жизни. Также СМИ – это вот такая штука, которая берет и ту картинку, которая ему надо, этому средству массовой информации, оно и делает. Вот. Теперь наше конкретное российское общество, да, чем оно характеризуется вот в таком, в очень больших мазках. То есть, понятно, что бесконечно сложно, там, невозможно написать какую-то там книгу, значит, что такое русское общество. Но в целом в одной такой фразе можно сказать, что это общество апокалиптических ожиданий. У нас постоянно, если что-то происходит, либо «Ааа, мы все умрем», либо «Ааа, на нас там, значит, орды какие-то нападают, мы их всех там, я не знаю, там, умрем, костями ляжем, всех убьем, там, я не знаю, какие-то такие гиперреакции». То есть, это еще чуть ли не со времен монгольское нашествие, монгольское нашествие, мне кажется. То есть, это укоренившееся такое состояние коллективного разума. Ну, понятное дело, что снили монахи, читали, значит, Библию, там написано, вот народы Гога и Магога придут там всех, там, вот, вот, они видели конкретно, оно наступило. Прошло там 100-200-300 лет. Поляки, там, французы, это все очень хорошо в культуру укладывается, что русский народ, вас всех убьют, если вы там всех не убьете. Ну, как бы, такая, конечно, я понимаю, что это очень грубая картинка, но по большей части вполне себе. И вот, теперь давайте, вот, когда мы уже обрисовали такую часть картинки, давайте теперь об обществах разного типа, что вот есть общество с более разветвленной сетевой структурой, ну, скажем, более, ну, нельзя их назвать демократическим, потому что это одна из многих сетевых структур, то есть это, ну, так, ладно, грубо, допустим, это некоторые там общества западной Европы, американские, да, более сетевые какие-то вещи, где нету, где в меньшей степени выражен вот этот пирамидальный характер «Актер общественного строя». То есть там, в общем-то, это такое коллективное управление, можно сказать. Чем оно характеризуется? Что там уже появляется, в общем-то, ну, статистика. Огромное количество акторов, у каждого из которых есть какие-то свои собственные представления о том, как ему надо действовать, что ему нужно добиться. В основном, если мы смотрим на статистику, если так вот, как начнем их усреднять, то мы увидим, что, в общем-то, средство получения выгоды у элит в таких обществах – это рынки. Рынок – это то, что их кормит. Они вкладывают деньги в какие-то акции, там, в доли в компаниях, какие-то фьючерсы, в общем, и потом получают из этого навар какой-то путем просто того, что рынок растет. И для них принципиально важно сохранять рынки в спокойствии, чтобы рынок приходил постепенно к этому оптимальному состоянию. Ну, оно понятно, что никогда не придет к этому оптимальному состоянию, но если рынок достаточно хорошо, как бы, сооружен и погружен в достаточно спокойное состояние, то он приходит к какому-то более-менее оптимальному состоянию, где цены постаканиваются и не происходит каких-то резких колебаний. Потому что резкие колебания – это то, что поднимает цены, уменьшает капитализацию, то, что мы сейчас видим замечательно на всех рынках. То есть нефть скакнула, зерно скакнуло, какие-то другие припасы, удобрения тоже резко скакнуло. Это все приносит расходы этим элитам, которые живут там, за бугром, скажем так. Для них очень важно именно сохранять эту стабильность. Почему, в общем-то говоря, убили Саддама? Ну, потому что он вносил очень большую турбулентность в рыночные вот эти вот штуки. Постоянно там какие-то у него были, значит, давайте повоюем с Курейдом, давайте повоюем с Ираном, давайте то-се. И вот это вносило некоторую несоюзность в действиях акторов рыночных и разрушало вот эту возможность прогнозирования действий, что будет дальше. Ну, в общем, коллективный разум, посовещавшись, как бы пришел к мнению, что надо его того. И после того, как, в общем, его того и в Афганистане его того, в общем, быстро поняли, что вот такие действия, когда мы руками влазим куда-то там и что-то там, значит, пытаемся прикрутить насильно, они не вызывают ничего хорошего, мы только хуже делаем, как, ну, они говорят, то есть, мы... Вот такая... Да они, когда гайку вслепую же накручивали, там резьба не та. Они не новую гайку на метрическую резьбу. Да, и при этом это даже не досужие какие-то, ну, вообще говоря, домыслы. У них же вот эта сетевая структура говорит о том, что... Ну, не говорит о том, что она тоже еще чем характеризуется, что общественное обсуждение, оно в академической среде там очень развито. То есть, вот эти обсуждения того, как нам бороться с какими-то опрессивными режимами, оно, в общем-то, циркулирует в общественном мнении, в общественном обсуждении. Есть книги замечательные. Это называется «В футболе и в политике разбираются все». Да, да, ну, в принципе, да, так и есть. То есть, замечательно, написали книгу о том, как работают санкции против диктаторов. Потом написали книгу о том, почему они не работают. Потом написали, почему вот это работает, а вот это не работает. Ну, то есть, это такая целая система. В итоге, начитавшись книг, они свергли Саддама Хусейна, и ситуация в том районе стала еще более нестабильной. Ну, вот эти книги о том, почему мы сделали неправильно, уже вышли после того, как свергли Саддама. То есть, до того, в принципе... Ну, именно, ну, понятный делал, по сфактуму, да? По сфактуму. Отрезали ногу, а новая не отросла. Да что ты будешь делать? Поэтому сейчас у них такой консенсус. А то там резали головы и новая не отросла. Да, и там жуткие вообще внутренние конфликты. В общем, очень страшно. И в Афганистане та же самая система. Ну, грубо говоря, сейчас у них есть некоторый консенсус о том, что же делать с этим, вот, если у вас есть какой-то актор, который рынки вам портит. Они придумали такую схему. А давайте вот эту элиту, которая вокруг самодержства находится, ее мы давайте как-то ограничивать, ужимать удавкой, чтобы просто те другие элиты, которые не входят в этот круг, у них было преимущество перед теми. И что постепенно, там, с течением каких-то там десятков лет, может быть, эти старенькие уже там начнут умирать, новые приходящие элиты, которые поднялись там, или как-то выросли там дети каких-то других элит, они будут стоять перед выбором. Им обратиться вот туда, куда удавка, или обратиться своим взором туда, где, в общем-то, можно что-то делать. И вот они как бы… Если они будут обращаться взором, их просто поменяют, они перестанут быть элитой, тоже не учли они. Передави нашего Абрамовича хоть передави. Что он сделает? Ну вот у них есть целая статистика. Они уже собрали статистику, что 65%, ну, в общем говоря, две трети, то есть там где-то несколько десятков таких случаев, когда выводили за последние сотни лет, где-то в двух третях случаев это работает. И говорят, а что делать с остальной трети случаев? Говорят, ну, ничего не делать, потому что если мы что-то будем делать, будет только хуже. Давайте просто, ну, все, ждать, пока дед, ну, там, пока какой-то там, значит, у вас диктата просто… Либо его самого там внутреннее вот это кашеварение его… Кошеварение, да. Либо он там просто умрет от старости. Либо как-то так вот. Вот, в общем-то, логика вот такая вот этих действий, то есть расширение НАТО в любые стороны, оно, с нашей точки зрения, оно выглядит как эллиссенциальная угроза, что вот все, ракеты поставят там 15 минут до Москвы, хотя… Если вы хотите поговорить о политике, то, конечно, главный актор мировой политики – это Соединенные Штаты. Но они не всегда об этом думают. Понимаете, что они главный актор, и все в мире происходящее как-то и так или иначе связано с их интересами, потому что это самая большая экономика в мире. Вот, понимаете, в чем дело. И, в принципе, говорят, до них как-то поздно дошло, что у них главный геополитический противник – это, значит, Китай. Не какая-то там Россия с ее двумя процентами произвала у продукта мирового, а Китай, который, собственно говоря, очень многие вещи производит, которых никто больше не производит. И мы… Им это дошло только во времена уже этого самого… Ну, где-то стало подходить во времена Трампа где-то, да? Где-то к этому моменту… Ну, по крайней мере, Трамп стал откровенно заявлять, что главный противник у него Китай. Вот. Ну, и вот такая вот вещь. А тут им, понятное дело, встал на повестку дня вопрос – создавать антикитайский блок. Понятное дело, Америка. Понятное дело, НАТО. Куда оно денется? А кто еще? Ну, нужен СССР. Нужна Россия. Потому что это самая крупная граница с Китаем у кого? У России. Даже если ты там переманишь на свою сторону Индию, которая не любит Китай, там все равно горы. Ну, что толку от этой Индии с ее горами? Вот понимаете, какая ситуация. Ну, вот. Ну, и… А тут как раз выяснилось, что… А мы что раньше делали? А мы раньше тут считали Россию главным нашим противником, супостатом. Нам, вон, восточная Европа грузила в уши, что вот боимся, что нас Россия обидит опять, да? Вот грузила в уши, она грузила в уши, грузила в уши. Был такой Сбигнев-Жезинский, он целую теорию сформулировал. Он сформулировал теорию, что Россия без Украины не империя, да? Ну, не империя без Украины, а Россия, и все. Вот самое главное. Ну, и, короче говоря, кончилось все тем, что Россия решила вот эту теорию Бжезинского как-то учесть. И к этому моменту уже поезд-то ушел. Помните, что сказал дедушка Байден? Все империи развалились в том веке еще. Все империи прекратили свое существование еще в том веке. А это сам дедушка Байден что сказал? Дедушка Байден сказал, что вы скоро нападете на Украину, но Америка не вмешается. И не надо очень большие санкции, чтобы Россия могла продавать свою горючку. Ну, понимать, дедушке Байден, вот эта вот восточная Европа, она ему не припухла. Для него гораздо важнее, там, скажем, его, так сказать, библейский поиск. Откуда он будет на войну отправлять новобранцев? А за то мы речь, что есть у них список, грубо говоря, что какая повестка дня, там написано так, значит, выбраться на следующих выборах, значит, надо как-то вектората задобрить. Следующий там пункт какой-то там, я не знаю, внутренние там какие-то свои проблемы. Значит, не надо отправлять на войну солдат, не надо, чтобы повышался бензин в цене. Да. Ну и, соответственно, еще из этого получается. То есть, там даже в списке угроз, там, я вас, как бы, не то чтобы пытаюсь убедить, но, скорее всего, это именно так, что там просто есть список из десятков, наверное, разных акторов, типа, Россия, Сирия, КНДР, они все одинакового веса примерно. То есть, там всем до фонаря, на самом деле. Ну, с ним надо что-то делать. Скажите, какую такую угрозу Россия представляет Соединенным Штатам? Вот честно скажу. Я не знаю никакую. Чуть какой? Ноль. Вообще нулевая угроза. Тем более, что исторически Россия всегда старалась избавиться от территории, которые хоть как-то прилегают к Соединенным Штатам. Ведь Ленин хотел передать Соединенным Штатам какой-нибудь типов аренду на 99 лет, а потом забудем Чукотку, Камчатку и Магадан. А США говорит, нет, мы очень боимся, что Япония обидится, у нас будут терки с Японии, не, не надо. И не отдали им, да, потому что там управлять тяжело было. Помните фильм «Начальник Чукотки», да, но каково ему было там командовать этому? Одному представителю советской власти на этом огромном, огромной территории, начальник Чукотки. Ну, в общем-то, вот это наши апокалиптические ожидания, классические сложившиеся, что нас все хотят уничтожить, все хотят нас там расчленить. Это мало того, что не соответствует, это анти вообще средств, потому что ничего не страшнее, чем какая-то гражданская война в стране, в которой ядерное оружие, которое поставляет вам топливо, которое поставляет вам зерно. Нафиг это никому не надо. Минуточку, товарищ, минуточку. Есть вот действительно тот, кто решает, нафиг ему нужно или не нужно, а есть, вот вам нафиг нужно или не нужно, там, Спартак чемпионом стал. Я не смотрю, фигу, вообще нафиг нужно. Вот именно, вам это пофигу, а для фанатов, для них важного Спартак, понимаешь как вот? Он фанат, он просто так считает. Вот есть такая, помните, была у них там система появилась, как это называется-то, МИТУ, ну, система отказа, да, там стали вычеркивать из жизни детей, которые где-то они как-то на кого-то косо поглядели, ну, в смысле так, влажным взглядом он поглядел на ее ноги, все. Вот, на ноги, актриса стриптиза, он поглядел влажным взглядом, да, но она была не в роли в этот момент, она просто шла без штанов, а он на нее поглядел, так ты что пялишься? Да, и вот тут мы переходим к следующей части, вот вы очень хорошо прям предварили, что я хотел дальше сказать, то, что вот эта сетевая структура, в ней вот эти акторы, которым выгодно вложиться в оружие, они имеют достаточно малый вес, то есть им надо еще как-то убедить других в том, чтобы надо что-то там воевать. В системах, где вот такая пирамидальная структура, где главный отец нации, там, я не знаю, там, Чинкашук, я хотел сказать, Чучучхэ этот самый, отец Чучхэ какой-то, фраон, там, кто угодно. Передавали Си Цзиньпинь. Си Цзиньпинь, да. Там вот эти веса очень сильно неравномерно размазаны по этим акторам, и что если наш великий вождь какой-нибудь там, Чинкашкук, он окружает себя людьми из силового блока, из военных, из внутренних каких-то служб, из там разведок, для них выгодно становится ему втирать в уши, что везде кругом враги, постоянно вас хотят уничтожить. Дайте нам денег на то, чтобы мы вас защитили от этих угроз. Мы найдем вам миллион шпионов, если вы нам дадите еще полтора миллиарда. Мы найдем вам внешнюю какую-нибудь угрозу, которую мы вам легко нейтрализуем, если вам дадите 100 миллиардов. И в таком духе вот эта система начинает самовоспроводить себя, потому что как только ваш фараон начинает укреплять там армию, все вокруг начинают смотреть, а что это он армию укрепляет, что с ним не так, а давайте-ка тоже укрепим армию. А те видят, такие, о, а как раз, значит, враги наши активизировались, надо, значит, на них напасть. Ну, такая система, положительная обратная связь называется, в общем. И когда главный фараон погружен в этот информационный пузырь, который ему создают эти силовые, значит, товарищи, начинает все постепенно идти в тартерары, потому что экономика становится придатком к силовому блоку. Естественно, в таком случае она, в общем-то, обречена на полный крах, потому что, ну, понятно, что если вы окружите себя экономистами, они будут вам говорить о том, какие экономические угрозы, что надо там развивать то, надо развивать все. А тут-то вы их, этих экономистов отодвигаете подальше. Я боюсь, что экономисты будут не про угрозы говорить, они будут рисовать светлое будущее, говорить, как надо сделать. Вот как были во времена... Угрозы вашему благосостоянию, скажем так. Во времена нашего любимого, дорогого Егора Тимуровича Гайдара. Вот он, чтобы в чем-то он и разбирался, он и разбирался в экономике Чили времен Пиночета, да. Ну, он когда защитился, он дальше этими делами не интересовался, оказалось, что вот эти идеи, которые в экономике Чили внесли чикагские мальчики, так называемые, они оказались контрпродуктивными. Экономику пришлось переделывать, перепрограммировать. Но об этом он уже не знал, он уже не интересовался, он защитился уже, да. Понимаете, вот как у меня студент спрашивает, а ну, чему раньше 70 градусов? Ну, мы это уже сдали, нам это не нужно. Он сдал уже это, да. Так и он сдал уже, да, понимаете. И решил вот здесь так же сделать. Ничего не надо развивать, все купим. Все купим. Команда Гайдара все-таки была погружена в очень бедную информационную среду, им надо было откуда-то хоть какие-то знания терпать. А они же были, в общем-то, их к чему обучали? Марксизму, ленинизму, в общем-то. И все, что было, вот эти предложения, которые по рыночным реформам, они смотрели и по крохам собирали, пытались собрать что-то там. Вы заступаетесь за них, заступаетесь. Я пытаюсь как-то... На самом деле информированность у специалистов на эту тему была достаточно приличная. У нас существовали соответствующие институты в системе Академии наук, которые все это изучали без прикрас, без призмы, так сказать, марксизма-ленинизма. Там она минимум была. Это призма. Просто она висела у них на поясе. Вот она, призма. Она всегда со мной. Но я через нее не смотрю. Вот это такое было у них, да. Ну, так же, как и институт США и Канады, например. Но я при этом не думаю, что у этих специалистов было очень много. То есть, в основном... Это какая-то группа узкого, понятно, что какая-то замкнутая система, группочка людей, которая там порождала какие-то, значит, мысли головные. Ну, ладно, это все, в общем... Главным мозгом мысли поражало. Бывает, честно. Что тут есть множество факторов, которые еще на это все влияют. Не то, чтобы... Ну, очень сложно взять и вот так вот одним рощерком пюра сказать, что вот ты там сделал неправильно то. Ну, там сложно. Ну, ладно, короче, вот вернемся к этим самым, к нашим фараонам. А, я думаю, к нашим баранам. Оказывается, к фараонам. Да, где фараон, где баран? Фараон, вот теперь немножко слов о СМИ. Вот какая главная движущая цель, движущая, как бы не цель, а движущая сила СМИ в мире, где развиты сетевые структуры? Выгода. Ну, денежная. Просто собрать больше просмотров. Чтобы получить больше денег за рекламу, грубо говоря. То есть, если у вас там десятки тысяч газет, ну, не знаю, десятки тысяч, наверное, много, ну, какие-то там тысячи разных газет, у которых каждый, у каждой свой есть хозяин, у которого есть свое видение того, что он должен обозревать, и какая-то своя повестка, скажем, если это Bloomberg, он будет определенную повестку проталкивать, да? Но, тем не менее, если у вас набирается статистика из этих огромного количества газет, все равно сводится к тому, что тот, кто набирает больше просмотров, у того более получается эффективная его деятельность. И эта эффективная деятельность помогает ему наращивать свою долю на этом рынке. То есть, это просто выгодно. А что выгодно вот так вот, по большому счету, среди больших масс населения? Ну, выгодно продавать какие-то ужасающие вещи, чтобы, ну, вот какие-то там кликбейтные заголовки, они очень хорошо работают. То, что кликбейтные заголовки о том, что мир в опасности, там, я не знаю, все умрем, всех убьет, там, я не знаю, какие-то такие штуки, они очень хорошо продаются. И, в общем-то говоря, если у вас есть какой-то условный враг, где-то там далеко, его можно рисовать какими угодно красками, хоть его там с рогами нарисуй, и это съедят, и это будет всем нравиться, это всем, это всем, именно этого и хочется всем. А какая-то такая аналитика, знаете, что, допустим, представим себе систему такую, не систему, ситуацию такую, приезжает группа журналистов в каким-то там, в театр военных действий. Что они будут снимать, что они вокруг себя видят, что они видят. Ну, проехала какая-то там машина, да, там, с каким-то флажком, с, не знаю, с каким-то обозначением одной страны, проехала в другую сторону другая, и они делают репортаж. Ну, мы увидели тут просто, проехала машина сюда, проехала машина сюда. Вроде никто не стрелял, когда мы снимали. Все. Кому нужен такой репортаж? Это же скучно, это никому не интересно. Вот когда вы показываете какие-то там обугленные, значит, останки, какие-то тела, там, разбросные, вот это, это самое вкусное, это то, что нужно людям, то, что они купят у вас за любые деньги. Ситуация со СМИ в странах с вертикальной организацией, периметальной, немножко другая. Они как раз таки работают на то, чтобы из этого множества фактов вычленять ту картинку, которая хорошо сходится с мнением вот этой окружающей лидера верхушки. Потому что, да, вот смотрите, враги кругом. Если мы этих врагов не разобьем, они разобьют нас. Смотрите, время полетное, ракет 15 минут, кошмар какой. Хотя, ну, переместит и штаб там, за Урал там, и все, стало два часа. Не, подождите. В таком духе. Ну, грубо говоря, к чему это приводит вся вот эта картинка? Потому что периметальные структуры начинают сильно разъезжаться от реальности какой-либо вообще. Там все, та картинка, которая, ну, как бы, тот реальный мир, который мы пытаемся описывать, и с которым мы пытаемся жить, он совершенно не сходится с той моделью, которая нам предполагается вот этой вот периметальной структурой. И в какой-то момент может просто, ну, наступить вот эта вот кардинальная перестройка всех внутренних связей, полностью там, разрушение. Без разрушения, к сожалению, она не перестраивается. Ну, это, как бы, медицинский факт. Ничего не сделаешь. Вот, собственно, поэтому, можно сказать, что пирамидальные структуры, они нестабильны, неустойчивы, что вот этот, что есть некоторые процессы, которые вносят положительные обратные связи, которые постепенно, постепенно, постепенно размывают, разрушают структуру ее до основания. Потому что такого рода политическая пирамида, она стоит кверх ногами на фараоне, фараон ее основал, поэтому она может рухнуть. если там наверху не как-то вот не сбалансировано все. Ну, это, в общем, такая механическая концепция весьма, 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 весьма. Дело в том, что вес у фараона гораздо больше, чем у подошвы пирамиды, поэтому она вполне может стоять на фараоне. Тут вот свинец, а тут вот, понимаешь, вата. Ну, мы рассматриваем на протяжении десятков и сотен лет, то есть, это не речь о том, что за год это все происходит. нет, это просто еще такая вещь, что у людей есть, как бы, определенная... За эти сотни лет пирамиды трансформируются, у нее может просто поменяться вершин, когда мы говорим о неустойчивости или нестабильности, мы не говорим о том, что обязательно что-то происходит, о том, что может быть что-то разбалансирующее, что-то привести такое, то есть, грубо говоря, это описание седловой точки, то есть, с одного разреза она устойчивая, седло, а с другого разреза седло неустойчивое, вот примерно такая же ситуация, то есть, может, может и, как бы упасть, а может и не упасть, то есть, это все равно неустойчивость, это, это как бы сама, вот, эта теория, то есть, что если одна часть неустойчивая, неустойчивой становится все. Ну да, ну да, конечно. Вот, и финальный штрих о том, что люди очень оценивают весь мир соотносительно как бы себя, то есть, все люди видят во всем людей, если это, значит, пространственные какие-то восприятия, мы рассматриваем сантиметр, грамм, секунда, или там, килограмм, метр, секунда, да, то есть, какие-то события, растянутые на десятки и сотни лет, нам кажутся, ну, как бы, непроисходящими, то есть, их нет как будто бы, потому что они просто растянуты во времени. Какие-то огромные масштабы, значит, которые там, допустим, световой, один световой год, что такое один, это год, там, это число, его невозможно представить, это настолько огромное расстояние, что человеку просто не под силу его оценить. Вот есть там замечательные программы, да, симуляторы планетарии, да, где можно полетать между звездами, там, я когда первый раз в такую программу сел, и попытал, у меня просто голова взорвалась от того, насколько я вообще не представлял себе вот эти масштабы. Так же вот и, соответственно, со всеми другими процессами, которые там, наш окружает. Они тоже. Ну, как для масштабов, вот если Земля, это точка, вот в типографском тексте, да, то соседняя звезда, это где-то за Уралом. Круто. Причем, да, мы же когда переводим, масштаб это точка и за Уралом, мы же тоже это в человеческую систему координат переводим. Ну, это точка маленькая, вот там за Уралом еще. Представить себе, представить себе, насколько Земля больше, чем точка, мы не можем, потому что мы не знаем, что такое размер Земли. За Уралом это уже сравнимо с размерами Земли, это уже кусочек Земли, такой приличный. Я вот не могу себе представить, вот как-то оценить, вот именно представить масштаб, даже одной Земли. Это просто, ну, это какая-то невероятная. Я вот лечу на самолете, там, час, для меня это тоже, вообще говоря, шок, если честно. Просто летишь и летишь, там, над Россией, например, на юг летишь, там, поля-поля-поля-поля-поля, лес-лес-лес-лес, просто безграничный. Все, там пролетел час, а прошло там 800 километров, это какая-то просто, ну, необъятная, в общем, валяйте, масштабы, вот, все, в принципе, я свой доклад. Такой был, мне бы в небо, там очень красивые были съемки с самолета, не смотрели, мне бы в небо? Не, не знаю такого. Ну, это там, такой просто персонаж, все время в командировку, летал на самолете, вот он, да, вот он летал, а работа у него была очень интересная, его приглашали объявлять об увольнении, да, вот кого-то увольняют, ну, какой-то много сотрудников, вот он приезжает и объясняет, вот вы уволены, вы уволены, вы уволены. Свои стесняются сказать, а эти объясняются, все, вы уволены. Какая-то хорошая, интересная работа. Ну, если человека не знаешь лично, ему можно сказать все, что угодно. это прогресс, на самом деле, потому что вы увольны, значит, появилась, но, ну, как это бывает, появилось новое рабочее место, а это появился новый претендент на рабочее место, да, понимаете, больше сырья стало, да, понимаете, вот вы выкачиваете нефть, ладно, вы выкачивать, а это вы накапливаете нефть в недрах, вот откуда-то берется, ее потом можно выкачать, понимаете? Понимаете? Как хорошо это людей увольнять, да, ну, это я, конечно, иронизирую, вы понимаете, у меня вот все, все время ирония, постирония как мета ирония вот теперь еще есть мета теперь оказывается мне объяснил товарищ один за черный квадрат нет перед вами товарищ мне объяснял как это называется пояснял за черный квадрат вот пояснял за черный квадрат и вот он значит сказал что сейчас уже пост модерн это устарело да я гордился что я постмодернист когда мы как-то снимали в студии у нас на на первом образовательном канале им готовились к съемке вот мы снимали сюжет с каким-то академиком академик был по мне какой-то настоящий академик академик был по гуманитарным наукам по искусствоведению что ли вот он смотрит как мы тут переклик переговариваемся как свет стоит у этого это у вас постмодерн вот я больше постмодерн оказывает уже стал устарела я уже считаю как устаревшие как почти как 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 драматург островский да уже такой вот архаичный час оказывались мета модерн ему это постмодерна только для пенсии поганой мета модерн на 20 заметно модерном ни один настоящий просто модернист не должен был быть горд тем что его называют постмодернистом потому что это полностью не соответствует именно с если вам говорят вы постмодернист и вы говорите да то вы не посмотрите в глаза как да пошел ты туда-то туда-то я не посмотрите я не то все значит значит постмодернист значит это самый но в ответе я согласился корень кого значит значит я уже не постмодер не знаете а мета модернист или просто модерниста это уже заметно гарнистов можно соглашаться что я мета модернист и я бы знал что такое мета модерна не писались понять но записаться главный мета модернисты назвать загрузим надо прежде полизать в кузов да вот и полизать в кузов ну хорошо спасибо вам большое надеюсь немного внесло какое-то спокойствие хорошо все идет как надо хотя бы хотя конечно мне кажется подчиняется законом естества куда тут денешься да ну вот как подчиняется это надо уже разбираться ну да да конечно большая вообще эта штука это все натягивание слова и самой на голову с понятное дело что форма прогресса ну а мы просто повязаны по рукам и ногам и не можем у нас есть язык которые это определенные структуры которые которые мы пытаемся описать какие-то неописуемые вещи вот эти вот фрактальные сложные какие-то структурные там распределенные 7 мы просто невозможно приходится рубить топором этот попробуйте из треугольником треугольниками замасить и треугольник серпинского да ну не получится у вас прошел это структура без площади но как бы вообще мало представима я даже не знаю что это такое надо узнать а ну ну треугольник серпинского можете в прививку там кто-нибудь забабахать такая в общем треугольник который разбит на треугольнички и каждый треугольничков разбит тоже на треугольнички и внутренние тоже это как бы и вот что вот эту штуку нельзя описать какими-то конечным набором геометрических фигур просто она же бесконечно там вглубь каждый треугольничка сбивается на три гоночки и каждый из этих водичка сбивается еще одной гонечки ну и как вы как вы пишете на никак вы можете только форме 4 треугольника до равносторонний треугольник формулку формулку вы поставить можете и это благодаря тому что это треугольник вам простой это простая фрактальная фигура например береговая вот есть такая известная задача о бреговой линии британии вот это же о том речь что вы берете с линейкой идете измеряете никогда не измерить ничего до конца все зависит от масштаба измерения где вы можете спрямлять да руками морями до нашим подпишитесь у города мильчи свой канал на ю тубе если скажу не надо подписываться потом смотреть потом понимать что это неинтересно и отписываться это лучше сначала посмотрите по не поймите интересно ли вам это и вот я тебе тоже вот при в сомнении сижу у нас то ведь скоро понятное дело youtube работать перестанет как по какая-нибудь причина да найдется вот они как я не могу наладить работу на у тубе там вот как-то очень долго идет это вот предварительное лицензирование так долго-долго-долго-долго я пока тоже не знаю как не побираться будем я не знаю либо можно рассчитывать на то что все массово освоить vpn и просто будут плевать на эти блокировки умолкаю не может быть может быть нет я с вами согласаюсь может быть не то что плевать то будут это понятно но может быть но говорят что вообще уменьшит пропускную способность каналов связи вот во внешний мир то есть тогда просто не попадешь если все освоит не выйдет тогда ладно дорогая публика спасибо и вот у меня внизу реквизиты есть новый новый номер в сбербанкской карточка у меня прежнюю там вскрыли надо было бы вот не менять ее но пришлось поменять так что пишите мне шлите деньги на новый номер кто шлет на старый поправляетесь на новый вот такие случаи печальные ну чё до свидания до свидания публика